Только за первый квартал этого года таможенники пополнили республиканский бюджет на более чем 135 миллионов рублей. На один рубль, выделенный государством на содержание ведомства, сотрудники структуры вернули в доход страны 35 рублей. Основное направление работы – контроль над грузовыми перевозками. Как сегодня он проводится и какие новшества применяются, узнала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Беларусь имеет на автодорожных пунктах пропуска лишь одну государственную коммерческую структуру – Белтаможсервис. Ее учредил Таможенный комитет в 1998 году. Первоначально целью предприятия было цивилизовать рынок таможенных услуг. Сегодня здесь осуществляют более 20 направлений деятельности. Складская обработка товаров, таможенное представительство, поручительство и экспедирование, обеспечение уплаты пошлин и налогов, а также разработка программных средств и их сопровождение. Создан электронный ящик, на который подконтрольные лица субъекта хозяйства не могут предоставить документы, необходимые для совершения таможенных операций, не пребывая непосредственно в пункт таможенного оформления. На базе предприятия Белтаможсервис разрабатываются и тестируются таможенные эксперименты и ноу-хау. Эпоха бумажного делопроизводства уходит в прошлое. Например, в пункте таможенного оформления новая ГУТО с печатных контрольных талонов перешли на электронные. Теперь физические лица могут заполнять пассажирскую декларацию прямо в телефоне еще до въезда в пункт пропуска. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации такой переход пришелся, как нельзя кстати. В настоящее время, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире и в стране, работа таможенных органов направлена на ускорение совершения таможенных операций. Чем быстрее мы работаем, тем быстрее движутся товары, тем меньше времени здесь находятся водители, тем самым минимизируются контакты. Ну а минимизация контактов, наверное, одно из залогов борьбы с данной инфекцией. Совершенствование таможенных операций остается в центре внимания. В той же новой ГУТО установят инспекционный досмотровый комплекс. Сегодня он на стадии проектирования. Таможенный контроль осуществляется с использованием технических средств таможенного контроля. ПТО оснащено данными средствами. Среди них можно отметить следующее. Это весовое оборудование. Это, наверное, одно из основных оборудований, которое позволяет установить количество товара. Это досмотровые щупы. Это иное оборудование, лупы, другие установки подлинности документов. При досмотре груза таможенники обращают внимание на характеристики товара, его упаковку и количество. Способ контроля варьируется. Например, для установки количества можно обойтись общим взвешиванием товара, а можно и по штучным пересчетам. Каждой ситуации подход индивидуальный. Однако цель одна – сопоставить прибывший товар и сведения в сопровождающих документах. И проверить, сходятся ли они. В этом году проводится эксперимент в пункте таможенного оформления барбаров. Основа проекта – декларирование и выпуск товаров в любое время суток, независимо от места его нахождения. Это значит, что юридическое лицо может задекларировать тонну конфет. В любое время суток на территории, где произошла загрузка товаров в фуру. Сегодня 100% деклараций подается в электронном виде. 30% товаров оформляются без участия сотрудников ведомства. Кстати, на 1 рубль, выделенный на содержание таможни, перечислено в доход страны 35 рублей. Только за первый квартал этого года от деятельности таможни в бюджет страны поступило более 135 миллионов рублей. Прогнозный показатель выполнен на 115%. А впереди еще три квартала. Доходы формировались за счет вывозных и ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акциз и прочих платежей. Однако коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в статистику. Перемещение легковых авто и автобусов сократилось на 5,17% соответственно. Уменьшился на 4% и пассажиропоток. Но по сравнению с тремя месяцами прошлого года количество декларируемых в таможне партий товаров выросло на 3%. Увеличилось и количество грузовых автомобилей, которые выезжали в зону ЕАЭС через Гомельскую таможню. На сегодняшний день в стране сделан акцент на поставку товаров первой необходимости. Ежесуточно таможенники оформляют их свыше 4000 тонн. Запуск фур с таким грузом проходит вне очереди. Первоочередное оформление осуществляется как для импортных, так и для транзитных товаров. 40% из них оформлены для внутреннего потребления. 60% проследуют транзитом в другие страны. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, Игорь Морищенко. Специально для программы «Дефакто».